Здравствуйте еще раз, дорогие друзья! Меня зовут Лекс Фридман, и это второй отрывок из моего разговора с Джоном Миршаймером, где он прогнозирует, как закончится война в Украине. Если вы хотите посмотреть полный разговор с Джоном, пожалуйста, переходите в плейлист «Лекс Фридман на русском» по ссылке в описании. Там вы найдете полные версии подкастов, которые мы перевели на русский. В дальнейшем их будет еще больше. Если вы включили видео и слышите английский язык, пожалуйста, нажмите на шестеренку в углу и выберите «Звуковая дорожка русский». Большое спасибо Юре за его помощь с этого канала Carlson TV, и вообще спасибо ему за то, что он прекрасный человек. И спасибо вам за ваше время и поддержку. А теперь, дорогие друзья, дамы и господа, Джон Миршаймер. Мы говорили о том, как начинаются войны. Чем, по-вашему, закончится война в Украине? Какие пути окончания этой войны? Какие способы достижения мира, чтобы положить конец, я бы сказал, бессмысленной гибели молодых людей, как всегда происходит в войне? К сожалению, у меня нет ответа на этот вопрос. Я не думаю, что есть реальная перспектива достижения мирного соглашения. Думаю, что это практически невозможно. Думаю, лучшее, на что можно сейчас надеяться, это то, что в какой-то момент стрельба прекратится. Будет перемирие, а затем заморозка конфликта. Но этот замороженный конфликт будет очень нестабильным. И украинцы на Западе сделают всё, что в их силах, чтобы ослабить позицию России. В свою очередь, русские сделают всё, не только чтобы нанести ущерб этому дисфункциональному государству, в которое превращается Украина, но и пойдут на многое, чтобы посеять разногласия внутри Альянса. Это касается и трансатлантических отношений. Таким образом, будет продолжаться борьба в сфере безопасности между Россией с одной стороны и Украиной с Западом с другой. Даже когда вы получите замороженный мир или замороженный конфликт, потенциал эскалации будет оставаться велик. Так что я думаю, это катастрофа. Это очень реалистическая точка зрения. Позвольте мне спросить вас о человеческой стороне этого вопроса. Вы думаете, существует какая-то сила в том, чтобы лидеры сели за стол и поговорили об этом как мужчина с мужчиной, как лидер с лидером? Происходит много смертей. Кажется, что с экономической точки зрения, с исторической точки зрения, с человеческой точки зрения обе страны проигрывают. Возможно ли, чтобы Владимир Зеленский и Владимир Путин сели за стол переговоров и поговорили? Нашли бы способ решить проблемы безопасности, чтобы обе страны смогли минимизировать количество страданий и создать путь к будущему процветанию? Я думаю, ответ нет. Даже при участии США три человека в комнате. Ну, я думаю, что если в дело вовлечены США, ответ однозначно нет. Нужно убрать американцев. И тогда, я думаю, если Зеленский и Путин поговорят, то появится хоть какой-то шанс. Американцы — это настоящая проблема. Давайте вернемся к тому, что случилось сразу после начала войны, хорошо? Как я уже и говорил, речь идет о марте, начале апреля 2022 года. Война началась 24 февраля 2022. Итак, как я вам уже и говорил, две стороны вели переговоры в Стамбуле, а также вели переговоры через Нафтали Беннета. И канал Беннета, и турецкий канал работали вместе. Я имею в виду, они не действовали наперекор друг другу. Что же произошло? Беннет очень четко рассказывает эту историю, что они добились значительного прогресса в достижении соглашения. Зеленский с одной стороны и Путин с другой. Беннет лично беседовал с Путиным и с Зеленским. Но почему в итоге получается провал? Ответ — в это вмешались США и Великобритания, и сказали Зеленскому выйти из переговоров. Они сказали Зеленскому выйти из переговоров. Если бы они вмешались и поддержали Зеленского, чтобы он попытался договориться с Путиным о прекращении войны, работали бы с Беннетом, работали бы с Эрдоганом, мы, возможно, могли бы тогда прекратить войну. Но это были США. Позвольте мне немного возразить этому. Вы правы, но Соединенные Штаты рисуют такую картину, что вокруг все едины. Я... Может быть, вы меня поправите, но я верю в силу отдельных людей, особенно отдельных лидеров. Опять же, будь то Байден или Трамп, или кто-то еще, он должен выйти и заявить, причем убедительно, расширения НАТО больше не будет. И на самом деле, на базовом человеческом уровне, просто задайте вопрос, почему... почему мы совершаем бессмысленные убийства? И посмотрите на интересы России, посмотрите на интересы Украины. Их интересы довольно просты. И скажите, США не будут в это вмешиваться. Мы не собираемся расширять НАТО. И скажите все это очень убедительно, что расширение НАТО на данный момент — это глупость. Китай — это большая угроза. Мы не собираемся идти на подобную эскалацию конфликта с Россией. Холодная война закончилась. Давайте... нормализуем отношения. Позвольте мне немного приукрасить ваш аргумент. Спасибо. Мне это нужно. Если мы предположим, что есть малая толика шанса, что вы сможете это сделать, а я думаю, что такая толика шанса есть, то позвольте мне приукрасить вашу мысль. Спасибо. Мне нужна любая помощь. На мой взгляд, необходимо сделать две вещи. Во-первых, Украина должна стать нейтральной и полностью разорвать все связи с Западом в сфере безопасности. Нельзя сказать, мы не будем расширять НАТО за счет Украины, но собираемся продолжать иметь с ней какие-то договоренности в сфере безопасности. Ничего подобного. Все связи нужно разорвать. Украине нужно быть самостоятельной. Понятно? И во-вторых, Украина должна принять тот факт, что русские собираются сохранить четыре области, которые они аннексировали. Ну и еще и Крым. Русские не собираются их отдавать. И что вы реально хотите сделать, если вы Зеленский или кто-то другой, кто руководит Украиной при таком сценарии, о котором мы говорим, это убедиться, что русские не заберут еще четыре области, включая Харьковскую и Одесскую. Если бы я был на месте Путина, и война бы продолжилась, я бы подумал о захвате еще четырех областей. Я хочу забрать примерно 43% территории Украины и присоединить к России. И мне определенно нужна Одесса, определенно нужен Харьков. А еще я хочу две области между ними, ведь так? В буквальном смысле? Или как рычаг в переговорах для нейтралитета Украины? Они нужны мне буквально. Я хочу их завоевать. Но мой посыл в том, что если мы можем начать говорить о заключении сделки сейчас, то, возможно, вы сможете пресечь подобную агрессию на корню. Другими словами, возможно, вы сможете ограничить Путина и Россию лишь аннексией четырех областей, которые они уже аннексировали, плюс Крым. Я думаю, что это лучшее, на что вы можете надеяться. Но суть в том, что вам нужно убедить украинцев в этом. Вам нужно убедить украинцев принять статус по-настоящему нейтрального государства и признать, что россияне сохраняют большую часть территории. Это около 23% украинской территории, которую они аннексировали. И мне трудно представить, чтобы какой-либо украинский лидер согласился на это. Ну, могут быть более тонкие вещи. Например, отсутствие военного сотрудничества между США и Украиной, а лишь экономическая. Экономическая поддержка. Нормализация экономических отношений с Украиной, с Россией. Наверное, я думаю, это можно сделать. Но при этом вам придется ответить на сложный вопрос. А что насчет расширения ЕС? Я думаю, что расширение ЕС, вероятно, неприемлемо для россиян, потому что большинство людей не признают этого. Но в расширении ЕС также есть и военная составляющая. Это не просто экономический союз, не только отношения или институты, как бы вы их ни называли. Тут есть и военное измерение. И в преддверии мировой войны, фактически в преддверии кризиса 2014 года, когда он только начался, русские ясно дали понять, что рассматривают расширение ЕС как скрытую площадку для расширения НАТО. Расширение ЕС — дело непростое, но я считаю, что ваша точка зрения о тесных экономических отношениях между... или здоровых экономических отношениях, если использовать более подходящий термин, между Украиной и Западом, возможны. Я думаю, у россиян есть заинтересованность, если это будет нейтральная Украина. У них есть заинтересованность, чтобы такая Украина процветала, но это приводит вас к территориальному вопросу, верно? Верите ли вы, что индивидуальные человеческие отношения могут противостоять структурным силам, о которых вы говорите? То есть, лидеры могут взять трубку и заключить соглашения, которые в долгосрочной перспективе принесут пользу как всему человечеству, так и отдельным странам? Я думаю, здесь важно лидерство. Я имею в виду, одна из реальных проблем здесь заключается в отсутствии доверия с российской стороны. Виною всему Минские соглашения. Минские соглашения, которые были разработаны для прекращения войны на востоке Украины, в Донбассе, имели для русских важное значение. В Минском процессе участвовали четыре стороны, четыре основных участника, Россия и Украина, а также Германия и Франция. И я считаю, что россияне серьезно отнеслись к Минским соглашениям. Я верю, что Путин относился к ним очень серьезно. Он хотел прекратить этот конфликт. Ангела Меркель, Франсуа Оланд, он был президентом Франции, и Порошенко, который был украинским президентом. Вот три ключевых игрока помимо Путина. Опять же, Оланд из Франции, Меркель из Германии, и Порошенко из Украины прямо заявили, что не были серьезно заинтересованы в достижении соглашения во всех дискуссиях с Путиным. Они обманывали его. Они пытались обмануть его, чтобы выиграть время для укрепления украинской армии. Путин был глубоко расстроен признаниями этих трех лидеров. Он считает, что его обманули, заставив думать, что Минск может работать. Он считает, что он вел переговоры добросовестно, а они нет. И он считает, что уровень доверия между Россией и Западом теперь практически нулевой в результате этого опыта в Минске. Я говорю об этом, потому что это опровергает ваш аргумент, что лидеры могли бы поднять трубку и поговорить друг с другом, и при этом хотя бы отчасти доверять друг другу для достижения серьезного соглашения. Если вы, например, Путин в данный момент, то доверять Западу не покажется вам очень привлекательной идеей. Более того, вы не будете доверять ни единому их слову. Да, не доверять ничему, что говорит Запад, но есть отдельные люди. Человеческая природа такова, что когда вы сидите напротив человека, то можете доверять ему, но при этом не доверять Западу. Я верю в подобного рода силу. Я думаю, что с правильными лидерами можно сесть и... поговорить. Преодолеть общее структурное недоверие к Западу и сказать, знаешь что, мне нравится этот парень. Или девушка, неважно. Я надеюсь, что Зеленский и Путин сядут вместе и поговорят, проведут несколько разговоров. Помните, как они собирались сделать это в марте, но вмешались американцы и британцы? Да. Они сорвали потенциальную сделку. Что ж, еще одна прекрасная вещь в человеческой природе — это прощение и новая попытка. Когда вы являетесь лидером страны в анархической системе, вы должны быть очень осторожными, чтобы не позволять своему доверию к иностранному лидеру завести вас слишком далеко. потому что, если этот иностранный лидер предаст вас и не оправдает доверие и ударит вас в спину, вы можете погибнуть. И опять же, нужно помнить, что главная ответственность любого лидера, неважно какой страны, это обеспечить выживание своего государства. А это означает, что доверие может дать вам очень многое. Но если доверие лидера было подорвано, вы действительно не сможете полагаться на него слишком уж явно, чтобы продвинуться вперед. Теперь вы не согласны с этим. Надеюсь, вы правы. И если они смогут остановить войну между Украиной и Россией, это будет замечательно. Если окажется, что я абсолютно не прав, то это станет замечательной новостью. Моё предсказание о том, что эта война будет продолжаться долго и некрасиво окончится, это предсказание, которое мне абсолютно не нравится. Так что я надеюсь, что я ошибаюсь.